приветствую вас друзья набежало много мелких новостей сейчас вам все эти новости расскажу итак награды за 10 сезон реферальной программы до 30 сентября 2345 мск вы можете забрать награды за прошедший 10 сезон реферальной программы мира танков чтобы это сделать нужно зайти в игре на склад потом в самом низу там будут поставки из тыла парашютик такой награды будут начисляться в течение некоторого времени если вы зайдете в игру и не увидите их в поставках из тыла немного подождите следующее небольшое изменение срок действия контейнеров путь воина продлен до начала весны их можно будет по-прежнему покупать за золото и за день и походу эти контейнеры продлят на всю жизнь это просто жесть какая-то ну допустим новым аккаунтом в различных наградах иногда выпадают эти контейнеры из контейнера иногда что-то может и хорошее выпасть в принципе пусть будет лучше чем ничего единство что непонятно зачем было их сразу накупать что все из них получить если все равно за все эти годы из них потягоньку что-то да выпадет следующая новость затрагивает у нас кланы события формате 15 на 15 на технике 9 10 уровня на глобальной карте с 1 по 12 августа среди наград есть и тот самый чефтейн эта новость прям для придурков как будто бы чефтейн понерфлен и играть на нем сейчас мерзко там еще есть типа на сайте большое заглавие такое достойные награды 5 танков из которых реально достойная награда только одна это кару 45 ты это сейчас после а по самый сильный танк 10 уровня я недавно про него делаю видос рассказывал почему так а вот все остальные танчики чефтейн объект 907 116 в 3 до 95 и 6 они не особо интересны и в принципе если брать отсюда танки то я брал бы в первую очередь кару 45 т во вторую очередь 95 чефтейн или 116 в 3 а вот объект 907 это 95 и 6 честно говоря вообще непонятно зачем мы брать танки очень старые и не самый лучший всего танчика будет 7500 для тех кто займет призовые места в этом великолепном событии летняя экспедиция с 1 по 12 августа очень короткая какая-то детская экспедиция также там будет еще аукцион на 5000 танков и это будет последний аукцион на глобальной карте очевидно почему так делается почему этот аукцион последний поскольку на аукционе так мало принимает участие людей что танки уходит очень дешево буквально за 9000 бон люди забирают на аукционе танки за глобальную карту это очень дешево леста наверное подумала что такой подарок она делать игрокам не хочет поэтому она сделает магазин с расширенными наградами где танки будут стоить дороже чем на аукционе вот принципе и все по сути леста настолько угробило кланы что в них настолько мало людей что цены стали настолько мизерными что пришлось закрутить гайки вот такой вот расклад тоже еще в этом и венте можно будет собрать себе прям танк восьмого уровня а и макси десе после апа хорошо себя показывают но на нем и растить очень сложно для статистов которые в игре почти нет можно взять но лучше взять т44 облегченный вот его я рекомендую поскольку танк 2 среди лт 8 и 9 среди всех вообще танков на восьмом уровне по статистике танк после апа сильной я рекомендую брать его в первую очередь сидись и во вторую если вы статист ну и третий танчик это с ковшом помойка одна из худших телег на восьмом уровне его не рекомендую брать вообще я не знаю что он тут делает видимо а вдруг какой-то лох возьмет также там есть еще и другие награды различные ну в общем и целом все как обычно как в любом ивенте на гк тоже есть там еще какой-то камуфляж 2d золотая жила медали нашивки все как всегда и как всегда никто почти в это играть не будет также еще чуть не забыл в описании добавлю бонус-код на 50000 серебра кому надо можете клацнуть невероятная щедрость 50000 серебра ну и поговорим про патч 128 стартовал третий общий тест этого патча и там переделали переделанную карту монастырь чтобы там что-то на балансить получше я на переделанной карте монастырь не играл как она там играется по балансу чё с ней без понятия на основные сервера она выйдет и посмотрим также еще улучшили управление в режиме гоночек который будет в следующем патче управление сделали приятнее и проще но в принципе фановом режиме так и надо следующая новость 17 августа в городе минск футбольный манеж крупная оффлайн события ранее fest посвященная игре мир танков что там будет игровая зона на 100 компьютеров с личным зачетом food court зона в которой можно будет найти блюдо на любой вкус фото зона конкурсы с подарками на главной сцене сессия вопрос-ответ с разработчиками блогеры и зрители на фестивале смогут задать свои вопросы это единственное что мне интересует и всего этого события через месяц примерно она будет 17 августа если разработчики что-то интересное на отвечают то я сделаю видосик как обычно пообсуждаем чего они там наговорили вишенкой на тортике будет вечерний турнир в котором блогеры и зрители в одной команде будут сражаться за звание чемпиона грани fest там будет стандартный билет за 99 белорусских рублей и за 399 что в принципе дороговато наверное не знаю сами решать также под конец еще расскажу о том что там обновился этот таймер до релиза танков 11 уровня где рассказали про объект 452 к оказалось что этот танк с хорошей броней и пушкой невероятно также там еще есть дополнительная новость с историческими справками в которой можно понять что объект 452 к это просто абсолютно выдуманный танк никаких то там чертежей особо не сохранилось ничего просто этот танк придумали на каком-то заводе где делали другой танк которые между собой вообще почти ничего общего не имеют короче вот такой вот абсолютно исторический реалистичный танк которого не было по сути где-то там он разрабатывался говорится ну и все прекрасный танк раньше хотя бы на салфетке танки были нарисованы а сейчас вот можно уже просто выдумать танк но рассказано что он где-то там разрабатывался наверное кто-то что-то там она разрабатывал но это не точно 17 июля по 31 июля на твиче у нас twitch drops и там можно получить танки в аренду а также всякий мусор я думаю это самые неинтересные drops и поскольку навсегда там танки я так понимаю нельзя получить там можно получить один день прямо а также прям танки в аренду на один день с временным слотом и без экипажа хоть в морду не плюнут когда я выиграю какой-то drops и на этом спаси если у вас танк уже есть и вы его получите в аренду на один день вам вместо него дадут 25 тысяч серебра также есть там еще учебные брошюры личные резервы и какие-то дикальки с собаками короче дропсы полный отстой видимо самая интересная награда тут один день према просто я в этот раз даже не стал на твиче там стримить чтобы эти дропсы своим зрителям постримить поскольку это какой-то отстой я в этом принимать участие не хочу все новости рассказал еще в конце скажу что будет видосик про мои приключения на новом аккаунте как его там качаю с нуля расскажу все свои мысли которые у меня там появились в этом процессе очень много что хочется рассказать про игру как она сейчас для новичков что там хорошо что плохо но с этим видосами спешить не буду поскольку лучше хорошо все обдумать и никуда не спешить на этом у меня все с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока